Вопросы 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 Восстановление этой индексации я напомню, что это одно из ключевых наших требований, которые мы в течение последних пяти лет выдвигаем, но, к большому сожалению, они регулярно отвергаются партии «Единая Россия» парламентским большинством. Сегодня же мы намерены рассмотреть на заседании Государственной Думы законопроект о регулировании нефтяной отрасли. Это важнейший законопроект, который в данном случае стоит в программе партии на ближайших выборах и говорит о том, что влияние государства, регулирование государства и получение доходов государства от природных ресурсов должно в обязательном порядке четко регламентироваться соответствующим законом, кстати, существующим во многих странах, но не существующим до сих пор в Российской Федерации. Точно так же сегодня будет рассмотрен, надеемся, законопроект о базовой ставке для педагогов и медиков не менее двукратного минимального размера труда Российской Федерации. Только такой подход позволит формировать адекватную заработную плату нашим бюджетникам, потому что разного рода средние расчеты, разного рода оптимизации, разного рода ухищрения, к которым прибегает правительство для того, чтобы получить красивые цифры, не отражают реального положения дел и реальных зарплат наших бюджетных работников. И вот такой законопроект в случае его принятия позволит защитить их права. Абсолютно четко и понятно. Первое продолжение пенсионной темы. Под номером 25 сегодня в повестке дня стоит законопроект о внесении изменений в статью 32 Федерального закона о страховых пенсиях, который внесла также наша фракция, группа депутатов, в которой и мы с Алексеем Владимировичем входим. В чем суть законопроекта? Суть в следующем. У нас в стране сегодня около полутора миллионов инвалидов первой группы, которые требуют ухода, постоянного ухода. Это очень серьезная большая работа. Как правило, за ними могут ухаживать или родственники, или какие-то другие граждане. Но на сегодняшний день труд этих людей каким-то образом должен быть отмечен. Существует только компенсация в размере 1200 рублей, причем только при условии, что данное лицо, ухаживающее за инвалидом первой группы, нигде больше не работает, никаких источников доходов не имеет и сам никакой пенсии не получает. То есть является неработающим трудоспособным лицом. Ну что такое 1200 рублей? Понятно, что здесь надо искать какой-то другой выход. Один вариант выхода это увеличить компенсационные выплаты хотя бы до прожиточного минимума или до минимальной заработной платы, которые теперь как-то коррелируются друг с другом. В данном случае наш закон заключается в том, чтобы человеку, который ухаживает за инвалидом первой группы, по аналогии с существующей нормой, которая отражает определенное вознаграждение для лиц, которые ухаживают за детьми и инвалидами с детства в течение не менее 8 лет, снизить пенсионный возраст, снизить до, соответственно, 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин, при условии, что общий стаж страховой 20 и 15 лет соответственно. Мы полагаем, что такое решение вопроса было бы справедливым для тех людей, кто выполняет важную благородную задачу. Два пункта касаются сферы образования. Вчера рассматривались изменения в закон об образовании в части просветительской деятельности. Соответственно, он так и вошел в резонансное поле обсуждения как закона просветительской деятельности. Хочу напомнить, что поддержала его только фракция парламентского большинства вчера, а остальные фракции ни одного голоса не дали. Наша фракция в полном составе голосовала против. Почему? Потому что мы считаем, что закон, который вчера обсуждался о так называемой просветительской деятельности, этот закон ликвидирует по существу эту самую просветительскую деятельность, как деятельность свободную, творческую, что всегда на Руси, что всегда в нашей стране существовало. Под предлогом того, что якобы у нас используется в интересах западных держав, в интересах иноагентов, и направлено на подрыв государственного строя, проводится определенная, так сказать, духовно-просветительная работа, тем же запрещенным ИГИЛ или другими какими-то структурами, хотя мы считаем, что это никакая не просветительская деятельность, а она совершенно по-другому квалифицируется. Но под этим предлогом теперь вводятся очень серьезные ограничения. Теперь все полномочия будут находиться для проведения тех же дополнительных лекций, для формирования каких-то творческих инициатив, подходов. Они будут находиться в руках ведомств и министерств. То есть туда надо обращаться, запрашивать, потом получать лицензию, и только после этого можно будет заниматься просветительской деятельностью. Это очень серьезные ограничения, которых не было со времен, наверное, XIX века. Со времен, когда существовал оберпрокурор Синода в России, и, естественно, все это подвергалось очень жесткой цензуре. Сегодня еще один раз вносятся изменения в первом чтении в закон об образовании. Это касается создания, уточнения компетенции наблюдательных советов в автономных учреждениях образовательных и обязательного, подчеркиваю, обязательного формирования попечительских советов в организациях государственных и муниципальных образовательных также. На наш взгляд, вот эта вот формулировка, обязательное формирование попечительских советов, это есть вмешательство в принцип автономии учебных заведений, который отражен сегодняшними нормами закона образования, отражен всей историей, всей практикой деятельности образовательных, государственных и муниципальных учреждений. Нельзя навязывать учебным заведениям структуру управления ими и требовать, чтобы их уставы действовали только в той части, в какой они будут не противоречить в том случае, если будут приняты сегодняшние изменения в данный закон. Мы полагаем, что это неверный подход, ограничивающий права учебных заведений. Мы не будем поддерживать данный законопроект, причем подчеркиваем, что обоснованные замечания, целый ряд замечаний высказало и правовое управление Государственной Думы на законопроект, который внесен в данном случае правительством. Считаем, что проблемы, связанные с образованием, просвещением, можно было бы решать, и депутаты нашей фракции убеждены в необходимости их решения. Существует несколько лет назад разработанный и внесенный закон, в котором участие принимали Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, Жарес Иванович Алферов, Олег Николаевич Смолин и другие. И этот закон называется «Образование для всех». В случае принятия он мог бы вывести все проблемы, связанные с развитием образования, просвещения и науки, на совершенно другой уровень и помочь осуществить тот самый прорыв, которого мы хотели бы для того, чтобы наша Россия, страна была в числе ведущих держав мира. Редактор субтитров А.Семкин